Один за всех и все за одного. В Бендерах прошел городской тур республиканской военно-спортивной игры «Юный патриот Приднестровья». Участие в игре приняли свыше двух с половиной сотен ребят из 17 бендерских школ. Площадкой для стартов стала средняя школа номер 18. Юные патриоты на построении. У каждой команды из 16 человек своя форма одежды. Под звуки гимна выносят флаги города и республики. Все официально и торжественно. Выступают юные вокалистки школы-хозяйки. Их сменяет строевое дефиле девушек-кадеток. Командир с боевой шашкой в руках. Это шашка. Настоящая. Она очень тяжелая. Было очень сложно для девочки держать ее. Но так как уже не раз мы готовим данное мероприятие, привыкла. Самые смелые, сильные, меткие, умелые и выносливые. Более 270 ребят из 17 школ города играют в эту далеко не детскую игру. Тут все серьезно. Днем ранее провели спортивные соревнования тяжело в учении, легко в бою. С бегом и шведской эстафетой. Теперь игроков ждет ряд не менее сложных испытаний. Ранее в советское время подобные игры назывались «Зорница», «Орленок». Сейчас это называется «Юный патриот Приднестровья». В связи с пандемией один год мы не проводили вообще. Как раз в тот момент были жесткие карантинные меры. Потом мы начали проводить, конечно, не в таком масштабе, как это проводится сейчас, а проводили в дистанционном формате. Но, слава богу, ковид прошел, пандемия закончилась. И мы молодцы, мы можем дальше работать. Очередность выступления определили в ходе жеребьевки. Одновременно на разных площадках проходили игра на местности «Боевой рубеж», «Конкурс командиров», «Строевой конкурс», «Статин в строю», «Силен в бою». В смотре «Строя» и «Песни» сразу три зачета – это действия отряда на месте и в движении, и прохождение с песней. «Строя» и «Орланды»! Мы готовились упорно, много времени тратили. Сегодня, на сегодняшний день мы готовы показать, на что наша школа способна. У нас боевой дух сильный. Мы надеемся на какое-нибудь, может, призовое место. Желаем всем удачи и себе тоже. Боевой рубеж для «Патриотов» – одно из самых сложных испытаний. Надо метнуть гранату в цель и поразить мишень из винтовки. Три выстрела – пристрелочные, и следующие пять идут в зачет. Пристрелочные не очень, но когда уже начали стрелять в цель, все отлично. Были десятки. Сначала магазин, потом шомполы и крышка ствольной коробки. В этом году сборка и разборка автомата АК-47 лежит целиком на плечах командира. Разбирала один автомат, и тут другой. Все равно нужно прочувствовать сначала этот автомат, разобрать все нюансы. Довольно сложно это для девушки. В числе боевых задач – определение азимута по карте. Сильные духом, сильные во всем. В том числе и в знаниях истории. Историко-краеведческий конкурс выявил патриотов, интеллектуалов. Вопросы были несложные, нас хорошо подготовили. Все темы изучали когда-то в школе. Ну и все-таки что-то помню. Ответили хорошо. Эта военно-спортивная игра проводится более 20 лет. Направлена на то, чтобы взрастить юных патриотов. По итогам состязаний самые высокие результаты показали патриоты 18-й школы. Они выходят на республиканский тур игры «Юный патриот Приднестровья». Второе место у ребят средней школы номер два. В этом году для серебряных призеров предусмотрена особая награда. В сентябре они поедут на молодежно-патриотический слет наследники Победы. В тройку призеров также вошла команда 13-й школы.